Аэрофлот Я не летаю эконом-классом, потому что мне тяжело в экономе отдыхать, и как раз-таки в самолете я отдыхаю. И каждый раз, когда я понимаю, что у меня новый перелет, я думаю, ну, наконец-таки посплю, отдохну, почитаю что-то, посмотрю и проведу с комфортом время, потому что я буду в безопасности в полной и наедине с собой и своими мыслями. Ваши стюардессы, вы девушки, вы не просто нами интересуетесь, вы каждому пассажиру находите личный подход. После торжественного открытия закипела работа, причем закипела в прямом смысле этого слова. На форуме проводят состязания шеф-поваров, которые готовят завтраки, обеды и ужины для авиапассажиров. На 30 тысячах футов над землей восприятие вкуса рецепторами человека очень сильно меняется. Команды должны в первую очередь ориентироваться на вкус. Они должны максимально вложиться, чтобы их блюдо были, вкус был насыщенным, ярким и он был адаптирован под подачу непосредственно на борту самолетов. За звание лучшего повара на высоте соревнуются представители 12 команд. Задача – приготовить два сета блюд для подачи в эконом и бизнес-классе. Нужно иметь в виду, что на борту есть строго определенное время подогрева, которое соблюдается, чтобы предотвратить перегрев пищи. Все повара-участники должны иметь блестящие навыки, полученные во время учебы здесь, на земле. Но для меня одно из самых важных условий – даже если вы готовите еду для авиаклиентов, выполняйте свою работу увлеченно, преданно, с целью сделать ваших пассажиров очень-очень счастливыми. Кроме вкуса, жюри оценивает качество организации рабочего места, внешний вид блюда и сложность приготовления. Это будет каша, это кускус, это кенуа, мы сейчас это отварим. Приготовим на пару, бланшируем помидор и растопим пальмовый сахар. Все это будем делать одновременно. В кулинарном соревновании также участвуют индийские повара. В блюдах они стараются гармонично сочетать черты своей национальной и европейской кухонь. Год назад мы уже приезжали участвовать в соревнованиях Sky Delight и были очень рады оказаться здесь, потому что это мероприятие стало открытием для поваров авиакитеринга со всего мира. Мы соревновались для того, чтобы усовершенствовать свои профессиональные качества и выступили очень хорошо. Наши повара выполнили отличную работу и в прошлом году мы получили золотую награду. Пока члены жюри пробуют блюда от участников, в гримёрках по соседству готовятся модели. На полях форума через несколько минут развернется настоящий модный показ. Молодые российские дизайнеры создали наряды специально для дефиле на Sky Service 2019. С профессиональными моделями вполне могут посоревноваться стюардессы. Нередко рабочий день бортпроводницы длится дольше 13 часов. А хорошо выглядеть надо, несмотря на ранние подъёмы, длительные перелёты и большую ответственность. Начинается наша подготовка дома. Мы готовим форму, подготавливаемся по документам, по новым. Настраиваемся. Настраиваемся. Приехав на работу, мы проводим брифинг с командой и с нашими пилотами. Получаем необходимую информацию о пассажирах в рейсе, особенностях трассы. Приходя на самолёт, до того, как мы придём на самолёт, мы проходим врача. Поэтому шутки пьяного пилота у нас невозможны, потому что в России очень строгий контроль. Sky Service – это форум предприятий гражданской авиации. Поэтому в гостином дворе широко представлены компании, которые производят сопутствующие товары для пассажиров на борту. Эта новинка на нашем рынке действительно не так давно появилась. Это сторазовая зубная щётка, которая не требует ни воды, ни зубной пасты для того, чтобы вы, находясь где угодно, могли почистить зубы. В полёте, перед посадкой, например, перед встречей с каким-нибудь близким человеком. Ещё в программе форума – конкурс красоты Sky Lady 2019. В этом состязании принимают участие 16 бортпроводниц. Самые красивые девушки, я хочу сказать, действительно в мире. Вы же понимаете, что это не просто красота, это ещё и топ-менеджеры высокого звена. Они все знают языки, они очень хорошо себя держат в кризисной ситуации. В течение месяца девушки готовились к финалу, подбирали наряды, репетировали и, конечно, волновались. Но самообладанию у стюардесс можно только поучиться. Улыбаются и ходят от бедра, а не так, будто привыкли к работе не на борту, а на подиуме. Форум Sky Service в Москве проходит в четвёртый раз. Но самую-самую бортпроводницу в этом году выбирают впервые. На этой сцене красота, интеллект и достойные высоты в 30 тысяч футов. Но условия здесь, как и в земных конкурсах, в программе «Вопросы», презентация и, конечно, дефиле. Победительница номер 15 – Дарья Баранова «Аэрофлот». Ура! Конкурс прошёл настолько ярко, что теперь на форуме Sky Service выбирать самую красивую стюардессу планируют каждый год.